Рассветная тишина. Солнечные лучи искрятся на глади Верхнесалдинского пруда. В 4 часа утра по московскому времени на его берегу собираются салдинцы. Ровно 74 года назад в этот день и в это время началась самая страшная в нашей истории война, навсегда изменившая судьбы миллионов. Когда пробил роковой час 22 июня, люди по всей стране зажгли свечи и замерли в минуте молчания. Вахту памяти уже не первый год организует Общественный совет по истории и краеведению Верхней Салды. Акция объединила ветеранов, представителей администрации округа, юных бойцов организации «Молодая гвардия», родных и близких героев войны. Участники вахты вспоминали родственников, чьи линии жизни тесно переплелись с линиями фронтов и тыловой поддержки. У каждого своя история. В семье Ольги Федорович – три героя. Капитолина Чистякова была военным хирургом. Николай Чистяков – летчиком. Его самолет был сбит зенитной артиллерией противника и упал в море возле Севастополя. Виктор Чистяков – легендарный разведчик-диверсант. Он погиб в Восточной Пруссии в 16 километрах от Кенигсберга. «Пришлось ему защищать своего товарища. Он был комсоргом в группе. Его семья воспитала так. И не мог бросить товарища. Остальные ушли. Товарищ был в живот ранен. То есть рана была ужасная. И вот пришлось остаться с ним. И обоих их наутро там расстреляли». 25 лет назад во время перезахоронения из братской могилы Виктора Чистякова Ольге удалось побывать на месте его гибели. Теперь она мечтает вернуться на ту землю уже с дочерьми. Участники акции написали имена героев на бумажных корабликах, зажгли свечи и спустили маленькую флотилию на воду, словно отправили в вечность. После вахты памяти состоялась литургия в храме Иоанна Богослова. Затем салдинцы посетили памятные места в верхней и нижней салде, связанные с событиями военных лет. А в 11 часов 30 минут состоялся митинг-реквием. В парке труда и победы собрались ветераны и труженики тыла, дети войны, кадеты, активисты общественных организаций, представители корпораций и администрации города. «Наши земляки участвовали во всех знаковых битвах. Это и оборона Москвы, и защита Ленинграда, и Курская битва, и много других битв. И в этот день мы помним, мы скорбим о тех, кто ценой своей жизни завоевал нам эту свободу, это мирное небо». «Тяжелые испытания выпали на судьбы детей войны, на жен и матерей. Но наш народ вынес все это и стал тем великим народом, который сейчас живет в великой стране Россия». «Война унесла десятки миллионов жизней. Но подлая она с той стороны, которая ее развязала, то внезапно, без предупреждения, на нас напали. Для нас она была великая и священная». «Нашему округу есть о ком помолчать, кем гордиться». «Такой же солнечный день, граница. И первым павшим солдинцем был на погранзаставе Шульгин с женой и с маленьким грудным ребенком. Это были первые павшие в июне». Юлия Сергеевна Зарихина в своей речи обратилась к молодому поколению, которым завещано чтить и помнить грозные события тех лет. «Пусть вот этот день скорби, памяти, как Набад говорит о том, войны не должно быть. Этого ужаса быть не должно». Участники митинга почтили память и героических солдинцев, участников Советско-финской войны. «Имена 24 наших земляков увековечены на гранитной плите, открытие которой также состоялось 22 июня. Собравшиеся возложили цветы и букеты к мемориалу. Звук середы пронесся над городом, чтобы горожане смогли почтить минутой молчания всех, кто отстоял свободу и независимость Родины ценой своей жизни». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова